Чтобы наглядно поведать членам жюри о передаче тока без проводов на расстоянии, девятилетний Никита собрал трансформер Тесла, или, как его еще называют, качер Бровина. Прибор демонстрирует таинственные свойства, которые восходят к исследованиям изобретателя электротехники Николы Тесла. Они не вписываются ни в одну из современных теорий электромагнетизма, рассказывает Никита. В целом же качер Бровина представляет собой полупроводниковый разрядник, в котором разряд электрического тока проходит в кристаллической основе транзистора, минуя стадию образования электрической дуги. Замечательный свойств качер Бровина заключается в том, что для получения эффекта катушки Тесла не нужны высоковольные стонечки питания, а достаточно обычные 12 вольт постоянного тока. Лампочка горит, лампочка не горит. Почему это происходит? Потому что когда мы ведем рукой по лампочке, мы забираем энергию катушки Качер Бровина. И поэтому лампочка пристает светиться. А когда мы обратно ведем, то наоборот, она начинает светиться опять, потому что мы отдаем обратную энергию. Сестры Козловы подготовили доклад о бактериях. Со знанием дела рассуждали о бациллюс субтилисе. Чтобы углубиться в изучаемую тему, школьницы даже побывали в одной из городских лабораторий и пообщались с врачом-бактериологом. Убедить в том жюри, что мы без бактерий просто не сможем жить. Потому что некоторые люди хотят, наоборот, избавиться от них всех. Этого делать нельзя. Даже, например, если кишечная палочка, она у нас живет и есть. Но если она попадет к нам в кань кожи, то она уже будет патогенна для нас. Патогена – это плохая. А вот первоклассница Даша сегодня доказывала, что Сочи был дном древнего океана Титис. Свои предположения она подтверждала предметно. У Даши целая коллекция необычных камней. Юный исследователь утверждает, следы древнего моря кроются в горах Сочи. Камень вот этот. Потому что это застывшая лава. И особенно вот это с кальцитами. И с окаменелостями. Потому что же все морские животные были под водой. Количество участников и уровень их подготовки не могут не радовать, отмечают бессменный организатор конференции. Все 18 лет первые шаги в науку проводит Центр творческого развития и гуманитарного образования Сочи. Многие сейчас ребята, которые начинали путь вот такими маленькими исследователями, действительно уже продолжают работу уже в научно-исследовательских центрах, которые и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Да, вот у нас есть многие ребята, которые уже и за границу уехали уже в научные центры. То есть, по сути дела, вот с этого и начинается некий творческий путь юного исследователя, который превращается в большую дорогу исследовательской работы. Как показывает практика, благодаря таким увлечениям в мире появляются самые нужные изобретения, которые рождаются в головах детей. Одно из последних – принтер по Брайлю. Смастерил его 12-летний мальчик, который поделился идеей со всем миром. Ну а сочинские исследователи с самыми интересными проектами примут участие в региональной конференции, которая также состоится в Сочи в апреле. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.